Физкуль привет, туристы! Я Денис Доропей и хочу вам рассказать про открытие горнолыжного сезона 21-22 в Приисковом. Это именно кадры с 4 ноября. Но большая часть видеорассказа будет посвящена самому первому дню катания на ратраках 1 ноября. Это когда официально открылся туристический сезон в Приисковом. Если вы досмотрите это видео до конца, то поймете, стоит ли вообще ехать в Приисковый в начале сезона, как сильно портится снаряга и сколько метров получается сделать за один день катания на ратраках. Но самое главное, что мы попробуем сравнить теплое и мягкое, Приисковый и Шерегеш, где открытие сезона лучше. Давайте смотреть и разбираться. Чуть вправо смещаемся, чтобы... А нет, вот здесь слева есть поляна. Все, поскорей врываемся в новый сезон именно с 1 ноября. Сегодня мы откроем сезон, посмотрим, достаточно ли снега, чтобы кататься, достаточно ли снега, чтобы не портить лыжи, есть ли на склонах камни. Посмотрим, как много спусков получится сделать за этот первый день, какой будет перепад. Для этого у меня есть часы, показывающие перепад за целый день. Для этого у меня есть новые лыжи Augment Freeride. И, соответственно, есть ратрак и плохая видимость. Всегда, всегда берем сейчас по ребру. Справа у нас ручей. Я знаю ориентиры. Слева ратрачная дорога. Нужно привыкать чуть-чуть к лыжам. Видимость с каждым метром становится все лучше. Нужно внимательно, внимательно следить за тем, что под ногами. Потому что в подложках есть, я это чувствую. Но все равно, начало сезона, могут быть всякие засады, типа вот таких карнизов. А видимости не так, чтобы и много. И будем скатываться. Пока склоны очень приятные. Кусты, можно делать поворотики, расписывая склон между вот этих кустов. И погнали первые советы от капитана очевидности. Когда собираетесь в приисковый, обязательно возьмите с собой ветрозащитную маску и два комплекта обычных масок. Желательно с прозрачной оптикой, с прозрачной или контрастной. Да, вот тут следы есть чужие, но они же нисколько не мешают. Слева ротрачная дорога. В нее падать я не хочу, поэтому поеду по гребню. Это следы открывающих и тех, кто ехал спереди. Мне же туда не надо. Колимся, вспоминаем, как это поворачивать. Первый спуск. Так все непривычно. Между березок. Прям к березке потянуло. Захотелось ее приобнять. Кайф. Как раз полого, чтобы раскататься. Чтобы не было жестко. Ага, вижу ротраки на подборе. Они сигналят. И переезжаю туда, правее траверсом к ним. Чтобы поменьше выбирать. Чтобы поменьше потом идти пешком. Видите, пенечки еще. Все же толщина снега не такая большая. Хорошо, что лыжи у меня на парахининые. Подготовленные. Замечу, что конкретно на этом северном склоне сформировалась хорошая подложка. Благодаря снегопадам, которые прошли в октябре. Но пни, конечно же, торчат. Как и кусты. Ну, это фрирайд, детка. Проверяем внизу наличие жены. Да, жена на месте. Все. Лыжи бомба. Сейчас будем ждать отстающих и снова наверх. Значит, перепада у нас получилась. 235 метров с первого заезда. Посмотрим, что будет дальше. Поедем обгонять сноубордистов. Лыжников. Едем плотной группой сейчас. Типа молоко. Я буду брать чуть выше. Для того, чтобы и кадр был поинтереснее. И мне так даже видимость получше. К лыжикам нужно привыкать. Куда-то сильно вправо взяли. Вижу, лидер наш все равно забирает траверсом. И он разгоняется, да. Ага, тут какой-то наддувчик присутствует. Первые прыжочки очень корявые. Совет номер два. Заценили видимость. Разумно с собой взять рацию. Что-то типа Баофенгу V5R, как у большинства гидов. Кроме того, можно брать GPS или часы с GPS и записывать треки. Хорошо, если к телефону есть пауэрбанк, а на телефон залиты оффлайн карты. Что-то типа Фэтмэп, Локус Мэпс и тому подобное. Ручей падать не хочется, но и по линзам по вот этим ехать тоже плохо. Молоко сплошное. Так, ладно, я лучше по линзам. И видим традиционные сигналы всех инструкторов и гидов, кроме коричневых. Поднятая одна рука усилить бдительность и снизить скорость. Две руки полностью остановиться. Впереди опасность. Крутичок. На видео совершенно не видно, но слева есть приличных размеров обрыв, который выводит прямо на камни. И вот на самом этом обрыве снега много и уклон приличный. Склоны, кстати, достаточно крутые. Так что тут лавинная опасность вообще не миф. Сейчас в траверсарай соиграем. Немножко траверсов. Пойдем по борту ручья. Женя ушел налево. Ладно, и я пойду налево. Свалюсь здесь в ручей. Мне кажется, что, кстати, по дну может быть приятнее всего, потому что оно будет самым мягким. Есть подозрения полога, поэтому просто нужно держать скорость. Женя в ручей не падает, а мне прям хочется больше в ручей. Такие волны. Волны. Показывает, что забираемся вправо на борт. Привет сноубордистам. Внимательно высматриваю проезды через надувы в ручье. Как мои постоянные подписчики высматривают новый промокод Доропей в магазине Кант, который дает 20% скидки на бренды Канта. И самое главное, дополнительные 5% на товары уже со скидкой. Полога совсем. Привет сноубордистам опять же. Так, смотрим, какие надувчики. Еще тут можно прыгать. Ну, прыгать можно, только останавливаешься. Толкаемся в чужую лыжню, чтобы разогнаться. В ручье еще вода, камни. Ручьи не замерзли, не засыпало. И здесь опять привет сноубордистам. Смотрите, какой ручей с карнизом. В такой видимости легко прям в этот карниз бабахнуться. И прям на камушки. И немножко даже в воду. Так, все, ручей обошли. Как видите, вот я чувствовал, что вот там слева по гребню было бы продуктивнее, интереснее всего. Но по ручьям тоже весело. Сейчас больше похоже на лыжный туризм. Нужно разгоняться, 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 чтобы ребятам пробить лыжню как можно дальше. И здесь уже ратрачка. Думаю, к этому моменту вы уже увидели главное преимущество приискового по сравнению с Ширигешем. Это очень длинные пологие спуски, которые доступны начинающим фрирайдерам. Именно с паудером, а не уже, которые кто-то прокатил, на которых разбито все в щи. Так что семейный фрирайд или фрирайд тех людей, которые только делают свои первые шаги вне трасс, это как раз про приисковое. Тут немножко лесок. И мне начинает это нравиться. Перехвачу палочку чуть комфортнее. Старый след. Карниз какой-то. Ратрак, смотрю, где идет. Вижу гида, вижу людей. Все. Слева ратрачка, значит, мне нужно даже правее чуть брать, чтобы потом не идти пешком. Здесь становится по ложе. Я все равно целюсь в самый лес, потому что точка подбора, на мой взгляд, чуть правее. Хотя я могу ошибаться. Но тут хорошая, приятная полянка. И по ней офигенно ехать. Вот узенько, узенько, как я люблю. Так, ну что, ребят, сейчас восьмой заезд. И время дать уже по газам. И посмотреть, сколько занимает полный спуск на какой-нибудь приличной скорости, близкой к максимальной. Ну что? Погнали. Видимость все еще плохая, поэтому ехать все равно нужно аккуратно. Вначале я возьму траверсом сильно вправо, чтобы заехать в интересное место. А потом, потом, когда вот эти все коржи попроезжаем, там будет лесок. И вот в лесу должно быть очень интересно. Я буду идти практически по гребню. Целюсь на лес. И, соответственно, по лесу, по кустам будем с вами разваливать этот склон. Ручки спереди. Пытаемся вспомнить что-то про стоечку, про технику. Конечно, блин, первый день. И это вовсе не обязательно делать. Можно просто наслаждаться катанием. И вот начинаются елочки. И здесь пушистый снег чередуется с линзами жесткими. Я беру чуть левее, чтобы быть ближе к следам остальной группы. Но все равно целина. Видите, вообще ноль следов. Ноль. Кайф. Какие-то старые следы встречаются. Вот здесь, кажется, есть надувчик. И сейчас мы с этого надула... О, я выехал не в том месте и не смог его прогонуть. Разгоняемся через лес. Ищем проезды. Конечно же, узкие. Узкие мы любим, когда узко. Встретились старые следы. Вот здесь вот еще один надув. Хоп-па! И падаем в него. И здесь уже еще следы предыдущих наших спусков. Я напомню, это просто восьмой спуск. Низко, узко. Выпрыгиваем. Большая поляна. Прямо на точку подбора я выезжаю. Прямо максимально через лес. Вот здесь, наконец, уклон. Так что можно поповорачивать между деревьев. Пропустим кусты. И приезжаем. Да, все, можем отсюда. Кто быстрее, да. Место падения. Пока мы с Женей, гидом из Ажура, гоняемся на скорость, расскажу вам, как устроен отдых в Приисковом. Ведь он прилично отличается от типичного горнолыжного курорта. Здесь вы покупаете пакет. Как, например, вот у нас в гостинице Ажур. Это не просто проживание. Это проживание, питание, гид, ратрак. В общем, все all inclusive. Полностью. Дополнительные траты это авиабилеты, трансфер, ну, алкоголь, если кто употребляет, прочие там опрески, может какие-то десерты, или то, что вы просто захотите купить в магазине. В конце видео можно будет понять, сколько именно метров паудера вы получаете за свои деньги. Предлагаю мерить именно в перепадах. Ведь это ключевая особенность. Склоны могут быть крутые или пологие. А перепад это фиксированная цифра, которую вы можете посчитать и на курорте, на подъемниках и на ратраках. Также можно будет посмотреть видео с прошлого сезона о том, как мы с Ваней Малаховым катались на ратраках в Шерегеше. И сравнить два этих места отдыха. Шерегеш и Приисковый. Что более выгодно. Ну, а здесь в Саревах победила дружба. Ну, и может быть, чуть-чуть Евгений. Тут уж вам судить, кто из нас победил. Все. Последний, но самый красивый спуск в первый день сезона 21-22. Напомню, что это был Приисковый. В конце вы сможете понять, сколько же получилось метров перепада, сколько спусков и подъемов мы сделали на ратраке. И оценить для себя, а стоит ли вам ехать на подобный курорт? Стоит ли ехать на Кэтскиинг? Надеюсь, что мой видос был полезен вам и будет полезен вашим друзьям. Так что не стесняйтесь, делитесь им, не забывайте подписываться. Обязательно жмите колокольчик. Ведь алгоритмы YouTube теперь устроены так, что даже подписка не означает, что будут подсовываться видосы в фид. Итак, итог за день. 2 километра 239 метров. У тех, кто на один подъем больше проехал, у них вообще 2 с половиной. И осмотрим скользяк в конце дня. Вообще ни одной царапины. От себя добавлю, что не так много мест, где можно покатать фрирайд всей семьей. С женой или, например, с маленькой 9-летней дочкой, как я сейчас. Так что смело могу рекомендовать Приисковый и конкретно гостиницу Ажур. Выезжай, выезжай, да, на полянку. Продолжай, продолжай ехать. Надеюсь, увидимся не только в YouTube, но и на горнолыжных склонах. Удачи вам и пока. Полезные ссылки, скидки и промокоды смотрите в описании. Зря влево взяла. Там же следы, а справа было чисто.